Всех приветствую на вейв-семинаре по практическим приемам этичного хакинга. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре компьютерного обучения, специалист, где мы собрались. И собрались несколько раз. Кто-то к нам в гости заглянул в комплекс радио, вот у нас тут полная аудитория. Но большинство студентов подключается удаленно, человек вебинар записался. Ну и все равно основная аудитория будет, скорее всего, в записи этот семинар смотреть. Так что приветствую нас всех, в том числе и себя. Я ведь тоже буду, наверное, смотреть этот семинар в записи. Мы время от времени так собираемся и проводим семинары. То есть есть Центр компьютерного обучения, специалист, курсы проводят, ну и семинары тоже проводят. Специалисту зачем семинар нужен? Затем, что хочет прославиться, побольше студентов заманить на курсы. А мне зачем нужен семинар? Затем, что я некоторые темы на семинары выношу. И на курсе, чтобы выровнять подготовку студентов, предлагаю семинар посмотреть. И какая-нибудь тема, если есть, например, Вайршарк или Метасплойд, или еще какой-то вопрос, который хорошо бы на курсе рассказать, но времени нету. Семинар по этому поводу. Но бывает и наоборот. Бывает семинар не для начинающих, не преподготовка для курса, а для продолжающих. У нас как раз такой вот семинар для продолжающих. Для тех, кто уже имеет представление о информационной безопасности и, по крайней мере, уже знает, что в специалисте есть много разных курсов. А самый ударный курс – этичный хакинг и тестирование на проникновение. Тут самый популярный курс «Специалисты». Можно зайти в интернет «Специалист.ру.набрать» на страницу этого курса «Выйти». Тут написано, вот, 2500 человек его уже закончили. Такой основной курс «Специалисты» мы его проводим. Но вокруг этого курса есть и другие курсы «Предподготовка к курсу всех» и дальнейшие курсы «Анализ безопасности. Тестирование на проникновение». Наш семинар вот про это. То есть я не хочу основы рассказывать, чтобы вы там были готовы к курсам по информационной безопасности. Наоборот, в этой серии семинаров, которые мы последнее время проводим, ну или какие-то вопросы сложные обсуждаем, чтобы как бы продемонстрировать то, что мы изучаем на курсах, к чему мы стремимся. Стремимся мы к самому высокому уровню. Есть, помимо курсов, множество источников, где можно учиться. Мы курс проходим. Я рассказываю, ребята, вот так, вот так. Есть. Хотите попрактиковаться и дополнительно поучиться. Вот есть такой-то ресурс. Есть такой-то ресурс. Есть что-то. И у нас на курсе по этичному хакингу, он прямо сейчас проходит, вечером мы собрались, а днем курс по хакингу был. Вот у нас закладки, смотрите, какие интересные сайты. Они все для того, чтобы вы учились хакингу. Ну, то есть статьи какие-то, инструменты, утилитки. Это подборка есть у студентов. Ну, а теперь мы курс прошли, все эти сайты обошли. Прямо где еще практиковаться, если мы на такой уровень вышли, а мы именно таких профессионалов готовим. То потренироваться можно на платформе Hack the Box. Я где-то полгода более играю и уже не сказать, что рекомендую. Потому что в начале, конечно, интересно. Одна машинка, другая, третья. Но я вот заигрался, уже не могу. У меня уже как машина выходит, все воскресенье решаю, машинку атакую. Ой, новое задание вышло, надо ее решить. Не все машины одинаково хорошие. Некоторые задания, вот рейтинг откровенно низкий, народ решает, а сам недоволен. Но есть некоторые машины, которые прям совсем хорошие. К машинам как мы подключаемся? Есть у нас Linux, который мы изучаем на курсах. И вот на своем Kali Linux через OpenVPN я подключился к этой платформе. Вот у меня IP адрес. И теперь я на этой платформе здесь вот могу что-то сделать. И могу взаимодействовать с этими машинами. Если мне нравится какая-то машина, я хочу ее пройти, то есть взломать, я вот могу с ней взаимодействовать. Есть машины более реальные, менее реальные. И на семьях я последнее время рассказываю о том, как прохожу различные машины, но, конечно, самые лучшие. Самые лучшие не потому, что очень сложная машина Fortuna, она 50, максимальный уровень сложности, а потому, что она реальная. И вот одну машинку посмотрели, другую третью. И тут еще тонкость в том, что нельзя рассказывать о машинах, которые активны. Но каждую неделю новая выходит, какая-то выходит в архив. Когда машина в архив ушла, тут уже про нее можно рассказывать. Но когда машина еще была активна, я сделал видео. Если посмотреть, здесь у меня можно вот видео посмотреть. И вот здесь написано, вот смотрите, я прохожу машину Fortuna. Вот у меня вот тут вот Kali Linux есть. Я эту машину сейчас буду проходить. Можно смотреть со звуком, без звука. Но такое прохождение, оно может быть и хорошо, но все-таки оно требует какой-то технической подготовки. Сколько длится видео? Минут 40 я ее буду проходить. Говорит, вот я Kali Linux, вот я подключился, вот тут что-то делаю. Но трудно следить за всеми действиями, особенно если сложная машина. Вот как-то была машина очень сложная. Ее проходят, надо, чтобы ее пройти 4,5 часа. Я думал, ну как 4,5 часа следить за тем, как взламывается машина, тяжело. Поэтому самые основные моменты такого прохождения я расскажу на семинаре. Ну а если хотите, вот оно полностью прохождение от начала до конца. Можно посмотреть. В общем, любую машину мы начально сканируем. У нас есть Kali Linux, вот у нас есть Nmap, и теперь какой-нибудь, какая есть машинка сейчас, которая активная, я могу пытаться ее сканировать. Это вот не машина Fortune, а это другая машина. Вот 10.10.129 у ее IP, там вот порты открыты. Когда-нибудь она выйдет в архив. И тогда я проведу семинар, и эту машину буду рассказывать. А сейчас речь пойдет о машине Fortune, мы ее отсканировали, и видим то же самое 80-й порт, есть еще 443-й, есть 22-й. Что делать дальше? Дальше, чтобы получить доступ к системе, мы просто заходим на веб-сервер. И что нам скажет веб-сервер? В данном случае я на веб-сервер прихожу, машина Fortune мне говорит, я выбираю все, что хочешь, базу данных выбирай, на удачу фраза тебе будет. Вот так вот оно было. Я не сейчас на любую активную машину могу заходить, на веб-сервер попадать. Но я хожу всегда на машину через прокси. В Kali Linux Burp Suite уже есть. Вот его запускаю, вот он у меня, Burp Suite. Ходите через меня, я прокси-сервер. Здесь, конечно, хорошо рекламировать курсы Avast Top 10. Есть курс атака и защита веб-сайтов. Вот здесь мы Burp Suite используем, потому что мы учимся сайты взламывать. Но на курсе по хатингу прокси-сервер, конечно, тоже. Даже курс по межсетевому взаимодействию учит нас тому, что такое прокси. Но, смотрите, вот в сайт специалиста ходить без прокси, а в те машинки хочу ходить через прокси. Знаете, что я делаю? Я ставлю себе расширение Foxy-прокси. Вот только что себе поставил. Ну, конечно, можно два разных браузера использовать. Например, в интернет буду ходить хромом, а в виртуальную лабораторию через OpenVPN через Firefox. Но я так не делаю, а в фокси-прокси конфигурирую. Как оно конфигурируется? Прежде всего, декларируем прокси-сервер. Вот он у меня уже был задекларирован, что 56101 мой прокси, могу отредактировать. Но ходить буду не всегда, а только если в заголовке будет HTB или 101010. И только в этом случае буду ходить через прокси-сервер. Ну-ка проверим. 101010, 129. Вот подключаюсь. О, это машина Криптос. Говорит, заложаю. Админ. Админ. Не подходит. Но зато я узнал, что трафик идет через прокси-сервер. И вот могу видеть, как вот тут шла коммуникация. Но нельзя сейчас рассказывать, как я взламывал эту машинку. Подождем недельку-две, она выйдет в архив. Я потом расскажу и как взламывал, и как там дальше проходил. Сейчас про фортуну рассказываю. Действительно, так оно и было. Я вот на сайт захожу и вижу, что есть вот тут у меня на проксе, что вот DBFortuna выбираю, отправляю, и мне сайт показывает вот эти вот. Выбирай базу данных, я на удачу из базы данных извлеку некую информацию, покажу. Вот такая фортуна. Что делать? Конечно, пускаем трафик через Forbes Suite Foxy Proxy нам помогает. И видим запросы и ответы. Конечно, мы знаем, как работают веб-сайты. Что здесь вот моя форма, я передаю данные через интернет, Firewall, Proxy, Server, попадаю на веб-сервер. На веб-сервер крутится какое-то приложение, которое взаимодействует с базой данных, а может и с операционной системой. И нам результат возвращает. Курс по межсетевому взаимодействию нас этому учат. Где этому научились? Курс межсетевое взаимодействие такой, что ли есть. Не обязательно курс, просто раз уж рекламный семинар, где мы этому учим. Вот тут программа курса говорит о том в конце, как работает почтовый сервер, на веб, а на курсе по хакингу мы уже учим, как атакуются эти веб-сервера. И инъекция уязвимости АВАЗ в топ-10. Про это есть отдельный курс. Все бросим, три дня будем учить, какие есть уязвимости. Самая опасная уязвимость это инъекция. И вот инъекция команды операционной системы, это особенно интересно сделать хакеру, потому что тут сразу, минуя всякие базы данных, всякую дополнительную систему информации, мы сразу команды операционной системы имеем. И на курсе по атаке и защите веб-сайтов, оттуда слайд, мы учимся, как находить такие уязвимости, и как эксплуатировать. Кто был на этом курсе, скажет, да-да-да, помним, помним, был такой пример, я рассказывал, объяснял, мы умеем выполнять инъекцию команды. Почему? Потому что у нас есть эквивалентная подготовка вот этому курсу. Можно программу почитать, книжки почитать. Ну, если мы такие ученые, конечно, мы можем обнаружить и реализовать такую инъекцию. Я ее обнаруживаю и реализую. Если видео будете смотреть полностью, я говорю, вот здесь вместо амперсенда поставим знак конкотинации, вот исполняется код. И мы нашли инъекцию и увидим, что если выбрать базу данных, а потом поставить вертикальную черточку и написать команду, она выполняется и возвращается. Все, почти что победили. У нас уже есть удаленное исполнение кода. Правда, в контексте какого-то пользователя фортуна. Не root, не пользователь, но уже хорошо. И когда у нас есть исполнение кода, хоть какое-то, что делать? Смотрим, какие есть пользователи. Наверное, ls и cat наши лучшие друзья. ls показывает список файлов, cat отображает содержимое файла. На самом деле cat от слова concatenate объединяет два файла и показывает. Но и один файл тоже покажет. Где, на какой курс пойти, чтобы нам научиться? Ну, есть, конечно, специалисты курсы по Linux, но я думаю, если вы этот семинар смотрите, что и про ls и про cat вы знаете. Вот я ls cat и знаете, что я там увидел? Я увидел, что там есть сертификаты. Как-то узнал, что такое сертификаты. А я читал курс по шифрованию. Мы там проходили, что такое сертификаты. И действительно, если вот мы будем идти на курс по хакингу, то нам скажут, есть требование, чтобы хакинг учить, пожалуйста, знайте защиту от хакерских атак. А если не умеете защищаться, давайте учить хакинг. А если не умеете, то давайте придите на курс. Но прежде чем учить защиту от хакерских атак, давайте убедимся, что вы шифрование понимаете. Вот у нас есть курс по шифрованию, проверьте, что материалы этого курса вам знакомы. А то я буду думать, что вы знаете про сертификаты, а вы не знаете. Ну и пожалуйста, вот что такое криптография, асимметричная, асимметричная, шифрование, центр сертификации и сертификаты. Я этот курс читал, конечно, я знаю, что такое сертификаты. И я знаю, что когда я получаю сертификаты, сертификаты имеют различные форматы. Не обязательно ходить на курс, чтобы знать разных форматов сертификатов. Просто если криптографию изучаете, конечно, хорошо отличать один формат от другого. Зачем? Зачем отличать формат? Затем накачал сертификаты, видюшку может быть буду смотреть, здесь будет видно, вот я сертификаты скачиваю, вот они здесь у меня, но я хочу их использовать. А когда я сертификаты хочу использовать, может быть, где-то Firefox будет сопротивляться и будет мне говорить, что за сертификат ты мне сюда суешь, дай мне сертификат в другом формате. Но здесь нам хорошо. идем в интернет и SSL конвертер мы найдем инструменты, чтобы конвертировать сертификаты. Вот сайт SSL шоттер совершенно бесплатно может сконвертировать сертификат из одного формата в другой. Ну особенно если это не приватный ключ, если только сертификат. Если приватный ключ используется конечно его какому-то шоперу показывать, я уж лучше где-нибудь локально сконвертирую. Локально тоже можно, инструменты в Linux для этого есть. Но как the box мне ничего не жалко, какая приватность. Я просто сюда зашел и быстренько переконвертировал в нужный формат, чтобы добавить сертификат в браузер. Знаете, да, что в браузере есть сертификаты. Вот здесь на них можно посмотреть. Если у нас есть сертификаты, то мы можем их себе добавить. А зачем мы будем добавлять здесь сертификаты для того, чтобы вы их использовали для аутентификации. В браузере есть сертификаты центров сертификации, которым мы доверяем, а вот мои сертификаты. Если бы у меня были сертификаты, я бы сюда приимпортировал, но видите, да, только формат определенный требуется. Каком-нибудь другом может быть не подойдет. Хотя это здесь широкий формат применяется. И вот я приимпортировал скачанные, сконвертированные с сайта порчу сертификаты, они у меня в браузере. Не путайте сертификат как документ центра сертификации и сертификат этичного хакера. Это вещи разные. Да, у меня тоже есть сертификаты от совета по электронной коммерции. Здесь можно увидеть, что я имею статус этичного хакера, мастера по этичному хакингу. Это тоже сертификат. Но нет, это не те сертификаты, которые используются при подключении, которые используются для аутентификации. Это бумажные сертификаты, подтверждающие квалификацию, а это сертификаты в браузере для подключения. Но за то, что у меня появился в браузере такой сертификат, я смог зайти на сайт по HTTPS, аутентифицировавшись этим сертификатом. До этого меня не пускали, сертификата не было. И знаете, что я скачал с сайта? Скачал приватный ключ. Для чего? Для подключения по SSH. Да, по SSH здесь я подключился по паролю, я знал пароль от Kali Linux. Но точно так же можно подключаться используя приватный ключ. Параметр и для этого существует в SSH клиенте. Любой SSH клиент так это делает. Если поговорить с моим любимым клиентом, а может быть и вашим клиентом тоже, мы Moba X терм любим использовать, он тоже при подключении может использовать не только логин пароль пользователя, но если покопаться, наверняка можно найти, где здесь приватный ключ добавить. Настройки подключения где-то здесь будем искать и найдем как модифицироваться по ключу. Тоже вот приватный ключ вот здесь можно подключаться. И зачем мне знать пароль, если я скачал с сайта приватный ключ, взял и подключился. И что у нас там в видео? Подключаюсь я по еще TPS, скачиваю приватный ключик, скачается вот сейчас. И когда скачал приватный ключик, снова по SSH подключаюсь, но каким пользователем подключиться? У меня получилось подключиться пользователем NFS User. И представляете, да, я вот так вот подключился и что? И все, ты подключился. Так я хочу писать команды, где моя ID, где моя CAD? Он говорит, нет, все, ничего не можешь сделать. Чем же я подключался, сертификаты конвертировал? LS, PVD? Нет, ты подключился и все. Знаете, почему? Потому что NFS Network File System, сетевая файловая система. И вот то, что я подключился, намекает на то, что я что-то должен приморти, примонтировать. То есть я здесь сейчас не должен расстраиваться, я должен вспомнить, что есть команда Maun, которая может монтировать другую файловую систему. Только как я узнаю, какая там на фортуне файловая система? Я же не знаю, что монтировать. Знаете, как я это узнал? как думаете, как я это узнал? Конечно, я nmap еще раз перескал после того, как подключился. То есть изначально вот он мой nmap. Тут вот 22 80 443, как я на слайде показывал. Но после того, как я подключился по ssh как nfs юзер, снова сканирую, уже в отдельном окошке сканирую, и снова пересканировал, и здесь мне nmap говорит, смотри, какие произошли изменения, добавился еще один порт. Здесь было три порта, а после подключения стало четыре. открылся еще один порт. Но подождите, Иван Олегович, что значит nmap? Ну открытый порт nmap, и что? А как я узнаю название, что можно примонтировать? Совершенно верно. Вот это ss говорит не просто сканируй, а еще и скрипты, какие есть, все примени. и он мне применил скрипты и не только показал, какой есть порт, но и как называется файловая система, которую могу монтировать. И как называется? А нет, никак не называется, не показал. Почему? Потому что ss часто бывает недостаточно. Надо бывает использовать дополнительное указание, какой скрипт надо использовать. И вот после того, как ss ничего не показал, но показал, что порт открыт, я после этого мог бы использовать дополнительный скрипт или дополнительную утилитку, которая мне об этом рассказала. вот я nmap снова сканирую тот же 111 порт, но nmap говорю, nmap давай теперь пристально, внимательно на этот 111 порт смотри и расскажи мне, что я могу оттуда примонтировать. Вот минус-минус скрипт nfs означает примени не тех скрипт, которые ты считаешь релевантными, а все скрипты, которые у тебя есть, все примени. скрипт надо правильно написать. И вот я написал такой скриптик и после этого я узнал, что там есть каталог, который называется home. Понятно, да, как мы это делаем? Мы вот эту команду используем. То есть sc хорошо, но иногда скрипт надо четко указывать. Ну, а дальше уж дело техники. Дальше уж мы, конечно, мануал читаем и использовать файловую систему можем. Примонтировали. И что? Ну, примонтировали. Ну, смотрим LS, ну, смотрим CAD. Так мы и так смотрели. В Burp Suite неудобно, но смотрели. В чем отличие, что теперь у нас не просто в Burp Suite запрос-ответ, а у нас NFS работает. Что вот клиент, что вот диски, что вот сетка из сервера диск, а у нас иллюзия, что он у нас. Что нам это дает? Правильно сказать, что это расширяет поверхность для атаки. То есть, когда мы через Proxy спрашивали, у нас не было разговора цепочку NFS. А сейчас у нас цепочка NFS подключилась. Если где-то здесь есть слабое место, то здесь мы протокол Network File System можем эксплуатировать. А пока здесь вместо всего этого был HTTP, мы эксплуатировать не могли. А знаете ли вы эксплойты против Network File System? Ну, эксплойты мы умеем искать, да? Открываем Google Network File System эксплойт или Kali Linux открываем, пишем Search Exploit NFS CVE такая, CVE такая. Но здесь вообще смешной эксплойт. Прям можно сказать ржачный эксплойт. смотри, вот я примонтировал, вижу, что здесь какие-то каталоги. Примонтировал, примонтировал, захожу в какой-то каталог, вижу, что здесь есть какие-то файлы, но когда вот эти вот файлы смотрю, я говорю, что я смотрю, я их и так накачал, а когда захожу в какой-то другой каталог, Вот, это был Боб. Бобы и так я знал. А вот когда хочу посмотреть на Чарли, видите, да? Он говорит, в Чарли смотреть нельзя. Permission deny. Почему? Потому что ты как Боб подключился, а у Чарли другие совсем разрешения. У Чарли ЮИД 1000, а у тебя 1001. Понятно, да? И как это эксплуатировать, особенно чтобы было смешно? Здесь понятно, здесь я как Боб все смотрю. А вот как Чарли, я подключился и уже ничего не смотрю. Но я могу эксплуатировать NFS. Знаете, в чем юмор? Юмор вот в чем. Вот здесь вот у меня тоже есть пользователи. И у них тоже есть какие-то ЮИДы. И вот когда я примонтировал через NFS чужой диск, а там совсем другие ЮИДы, я могу, здесь же ярут, создать пользователя с тем же ЮИДом, как и на сервере. Но здесь-то я хозяин, я его пароль знаю. И этот пользователь оказывается с этим ЮИДом. Имеет доступ к ресурсам. Да не может быть. Да как вы не доглядели. Да как же так? Да там он был ЮИД. У нас другой ЮИД такой-то и он может смотреть? В Фортуне было именно так. Я читаю статью. Там про NFS рассказывается, рассказывается. И потом еще написано, а еще может быть вот так. И показывается пример, как так может быть. Вот обнаружение, эксплуатация, все. А потом там написано, что может быть манипуляция ЮИДами. И вот я до этого дочитал и думаю, ничего себе. Неужели правда? Ну совсем уже, да? То есть там была файловая система, одни разрешения. Я примонтировал. Создаю пользователя с тем же ЮИДом. Ну а я здесь рут. Я любого пользователя создаю. Меняю ему ЮИД и подключаюсь. Да, действительно так. И вот я это пробую. ЮИД манипуляция называется. Создаю пользователя Чарли. Ну он был первый, поэтому у него ЮИД как раз тысяча и случился. Но это мой Чарли с ЮИДом тысяча. Я могу его не Чарли называть. Я могу его называть как угодно. Главное, что у него ЮИД тысяча. Ну будет не тысяча, я зайду в файл пасворд, поменяю ЮИД. Я рут, я что хочу, делаю. А там на примонтированном диске тоже пользователь Чарли. Это другой Чарли, но у него ЮИД тысяча. И вот он там Чарли, ЮИДы совпадают. Ну и конечно я бы не записывал видео, если бы атака не прошла. Я создаю пользователя, называю его тысяча. У пользователя тысяча ЮИД тысяча. Ну так и получилось. И после этого, как пользователь тысяча, SU тысяча, запускаю от имени тысяча терминал. Я сейчас нахожусь. Здесь нахожусь. Можно зайду в Чарли? А ты кто такой? А я тысяча. А ЮИД у тебя какой? Тысяча. О, Чарли, заходи. Видите, да? Я захожу, как пользователь. И вот как этот пользователь Чарли, имею доступ к ресурсам пользователя Чарли. Хотя до этого было permission deny. И вот первая часть закончена. Получили флаг этого Чарли. Почему? Потому что представились Чарли. А NFS не доглядела. Знали такой эксплойт? Сам не знал. Когда я решал машину, в гунгли прочитал, смотрю, а он работает. Ну а потом надо повысить привилегии и второй флаг забрать. Ну, чтобы уж окончательно повысить привилегии. Как повышать привилегии? Ну, вообще, концепция. Надо исследовать конфигурацию, что там есть, и что неправильно настроено использовать. Но, чтобы знать, что неправильно настроено, надо знать, что вообще может быть настроено. Надо уметь администрировать систему. Ну, здесь мне плохо. Я курсы Windows читаю, курсы Linux не читаю. Поэтому сам учился, как настраивать Linux. И сам выучил, что можно взять, как Чарли по SSH подключился, сгенерировал ключи, по SSH подключился и стал смотреть, что там есть. И знаете, что я там нашел? Я там нашел pg-админ. Там даже, знаете, как было? Я, когда к Чарли добрался, видите, что ему пишут? Прямо рядом у Чарли письма, и там написано, Чарли, у нас есть pg-админ 4, и пароль у рута такой же, как в базе данных, на pg-админ 4. Видите, да, что я прочитал в почте Чарли? Поэтому я сразу знаю, надо искать этот pg-админ. А pg-админ, знаете, я почему знаю? Потому что метасплоид использует PostgreSQL. Смотрели мой семинар по метасплоиду? Ну, может быть, давно, он старый. И там, на этом семинаре, я рассказываю, как выглядит метасплоид фреймворк, и что в нем новенького. Рекомендую. Посмотрите, народ, который смотрит, говорит, может быть, оно и для начинающих, но мы как раз начинающие. И вот этот вот семинар, архитектура, основные возможности метасплоид фреймворк, понятно объясняет, как метасплоид работает. Самое главное, что вот сюда относятся, что на этом семинаре я рассказываю вроде как про метасплоид, но метасплоид же PostgreSQL исследует. И вот мы PostgreSQL изучаем, как тут дружит база данных и метасплоид. И как раз PostgreSQL, я там, кстати, добавил, вот видите, не знаем пароль, ломаем, тут же взламываем пароль на этот PostgreSQL. Поэтому PostgreSQL я уже знал, ну и вы тоже знаете, потому что PostgreSQL это друг метасплоид. Но пусть он друг. Вот у нас есть pg-админ, вот у нас база данных. Пароль это мы не знаем для базу данных? Или знаем? Нет, это мы пароль отсюда должны вытащить, и чтобы пароль узнать. То есть из почты Чарли узнали, что пароль на базу данных такой же, как пароль на систему, но как достать пароль на базу данных? Ну, SCP копировать файлы по SSH. Умеем? MobX Terminal такая лапочка, она drag-and-dropом может файлы копировать. Любой файл берем, drag-and-dropом тягаем, и он туда-сюда копируется. Я могу любой файл туда скопировать. Вот если мне что-то нравится, какой-нибудь exploit, вот так вот копирую в ЖИК, туда копируется. О, прикопировался файлик, я там какой-то файл скопировал. Вот по SCP я всю базу себе скопировал и вспомнил. Знаете, что вспомнил? Вспомнил, что я, оказывается, сертифицированный расследователь внутренних инцидентов. Да, у меня есть такой сертификат. Вы знаете, почему я такой сертифицированный расследователь? У нас курсы есть. Курсы проводим по расследованию хакерских инцидентов. И вот здесь тонкая грань. Где здесь хакинг, а где расследование инцидентов? Они между собой перекликаются. В данном случае я говорю, какой же я вам хакер? Я специалист по инцидентам. Вот у меня есть база данных. Она принадлежит какой-то преступной группировке. Ну, пусть не преступной, условно преступной. Я хочу расследовать инцидент. Посмотреть, что там в базе данных. Адреса, контакты, пароли, явки этих революционеров. Хочу их обезвредить. Это не хакинг, это расследование инцидентов. И здесь я учу студентов, как правильно расследовать инструменты. Инструменты. Вот даже программу курса посмотреть. Наверняка здесь будет модуль, как базу данных расследовать. Если вдруг что? Операционная система, веб-сервер. О, как расследовать, если взломали базу данных? Ну, ее не взломали, но как будто бы взломали. Да, я вот расследую. И что я сделал? Я исследовал базу данных, но я применил самый простой инструмент по расследованию инцидентов. На курсе, конечно, я учу, как правильно. Говорю, смотрите, есть такой инструмент, есть такой инструмент, а есть наша разработка, вот питерская команда, белка, софт, как вам все расследуют. Но есть очень простой инструмент для исследования баз данных. Знаете, как? Вот надо на коленках в базу данных посмотреть, какой там пароль. Некогда подключаться, уже поздно, спать хотим, уже давно рутаем эту машину, сложная была, не терпится ее взломать. Как очень быстро посмотреть, что там в базе данных? Ну, предположите, пусть неправильно. Ну, конечно, какая-то утилита. Какая? Нет, SQL Map, это подключаться к живой базе данных. А у нас сейчас расследование инцидента. Ну, конечно, всякие SQL Manager, SQL Light, это хорошо. Есть еще проще. Есть утилита, называется strings. Вот она. Strings. Даже в винде есть. От Русиновича есть такая утилитка. И можно сказать, на любой файл, какой только есть. Если есть какой-то файл, бинарный, небинарный, можно сказать strings. Если там что-то бинарное, внимание не вращай. Но, если там какая-то строчка, покажи мне ее. Понятно, да? И вот я запускаю и говорю, найди мне строки в этой базе данных. Там будет много билиберды, она мне не нужна. Но, если какая-то строчка будет, покажи ее мне. И знаете, что мне строчка показала? Вот пишу strings. Вот скачал вот это вот Charlie pgadmin базу данных. И на эту базу данных pgadmin смотрю стрингами. Но меня интересуют длинные строчки. Что там? И видите, да? Код какой-то. И строчка, это значит шифрованный ключик. Здесь вот ключики тоже я увидел. Понятно, да? А pgadmin, он платный или не секретный? Он платный или бесплатный? Он исходный код доступен или не доступен? Не знаете об этом? Ну, понятно, да? Пойдем к pgadmin, скачаем и увидим, что pgadmin с открытым исходным кодом. и шифрование прямо в этом коде. То есть, можно найти функцию шифрования, как он шифрует и как он расшифровывает информацию в базе данных прямо в pgadmin. pgadmin, исходники, бесплатно с сайта скачиваем и видим, что там есть пароль, но он зашифрован, но зашифрован он ключом, который в несекретном месте располагается стрингами, мы этот ключик достали, не знаем, как расшифровать. Вот шифрованный пароль, вот ключик, а как расшифровать? Так вот, вот, прям pgadmin внутри себя расшифровывает. на питоне написан скрипт. То есть, в данном случае можно даже не быть программистом на питоне, потому что вот эта вот функция decrypt, она расшифровывает шифротекст по ключу, а и ключ, и шифротекст стрингс нам показал. О, вот все. Но все-таки, согласитесь, совсем не знать программирование мы не можем. То есть, питом вот на таком уровне надо знать, чтобы питом возьми-ка вот этот вот уже готовую функцию и расшифруй вот этот текст. Вы это должны уметь сказать. Я сам программировал к образованию, поэтому мне кажется, что это все легкотня, это все просто. Мне трудно оценить, как вам это легко дастся или трудно, потому что в качестве хобби программирование не изучают. Программирование это вот в институте если научились, то молодцы. Года три надо сидеть и учить только программирование, чтобы в нем там что-то разбираться. Обидно столько времени тратить и потом с этим не работать. Если веб-приложение, оно всегда с нами, мы веб-сайты не разрабатываем, на всякий случай мы специалисты по HTML всегда пригодится. А вот программирование, если мы не программируем, а будем сейчас Python учить, зачем? Научился Python, да? Ну давай, программируй. А нечего программировать, зря учился. Но в таком случае, если совсем программирование не знать, вы не сможете команды, которые я использовал, написать. А я, видите, я вообще не программировал здесь. Я просто открываю Python и Python говорю, Python, я не программист, поэтому скрипты писать тебе не буду. Просто в интерактивном режиме просто возьми и расшифруй то, что мне стрингсы показали. И он начал чуть-чуть сопротивляться. Говорит, не буду расшифровывать, не умею подгрузить модуль, не понимаю, чего ты от меня хочешь. Это вторая проблема. То вы даже гений программирования, вы любой код напишите, но очень может быть, что какие-то взаимосвязи вам мешают исполнению кода. В данном случае, вот чуть-чуть вперед перемотаю и скажу, что вот я захожу в Python, импортируй модуль крипто. Хорошо ты импортировал. А теперь, когда ты модуль крипто, приимпортировал, функцию decrypt, давай используй. И вот это вот возьми мне decrypt, расшифрой. Ну, что тут учить? Да, какое здесь программирование? Мануал, decrypt, функция, приимпортировали, вот он крипто, рядышком лежит, крипто взяли из исходного кода. И знаете, что он мне написал? Он мне написал вот такую вот гадость. Говорит, не знаю, не определена функция decrypt. Вот так они делают. Эксплойт и все такое. Есть программисты по Python? Как победить? Что здесь не так? Вот крипто рядышком здесь же в каталоге находится. Я взял из pg-админа этот модуль. Там функция крипт. Я вам вот потыкал даже, вот она есть, эта функция. Он говорит, не вижу, все приимпортировал, расшифровывать не буду. Это мне особенно нравится, когда вот такое случается. Ну, где я ошибаюсь? Ну, я понимаю, там сложные алгоритмы, трехмерный массив, там, тензоры, умножение матриц, криволинейный интеграл не считается. Здесь-то что? Есть программисты? Скажите мне. Вот сразу видно, вот Сергей профессиональный программист. Говорит, я знаю, я это проходил, так нельзя крипто, надо уточнить, как вы тут чего импортируете. и надо еще написать крипто точка декрипт. Да, действительно, надо сказать, что декрипт не просто так, из модуля крипта, который я приимпортировал. Ну, вот, да, теперь мы ученые, теперь в следующий раз мы, как Сергей, быстро будем отвечать на такие вопросы. Ну, вот. И вот теперь, пожалуйста, расшифровали, вот он пароль, использование паролей, повторно, плохая идея, вот такой сложный пароль у рута, ну, и здесь уже понятно, если уж мы пароль рута знаем, дальше уже дело техники, надо только его использовать. Есть команда SU, выполнить команду от имени другого пользователя, вот, супер юзер, кто я был, Чарли, SU, говори пароль, пароль мы расшифровали, кто мы, мы, рут, все, это была секретная информация, мы ее посмотрели, сервер взломан, и увидели, что я за 45 минут вот прошел от начала до конца, и обратили внимание на самые основные моменты взлома, как начальное перечисление, как мы выполнили инъекцию, как мы увидели сертификаты, их накачали, через перечисление, как там на NFS смешной эксплойт у нас случился, как хорошо читать мануалы, уметь программировать, и в конце концов SU нам помогла, не знали бы, что в линуксе есть SU, еще бы думали, пытались бы подключиться рутом по SSH, а он бы нас не пустил, сказал бы SSH, конфигурационный файл не разрешает, ну а теперь вот фортуна взломана, мы это посмотрели, и если остались какие-то вопросы, хорошее время их задать. Всех вопросов на семинаре не задать, иногда не задать, но тем не менее Сергей Клевогин достаточно уникальное имя, находите меня в социальных сетях, в Facebook, Вконтакте, одноклассники, добавляйте друзья, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться. Есть еще несколько минут для неформального общения, но официальная часть семинара закончена, спасибо за участие, и добро пожаловать в центр специалист комплекс радио, и подключаться удаленно, будем на связи, будем Вконтакте, всем всего хорошего и успехов на пути этичного хакера.